В сети появились кадры спасения брошенного ворыки младенца. Полиция Алматы все еще разыскивает мать кукушку. Малыш, который поступил к врачам в тяжелом состоянии, сейчас чувствует себя лучше. Когда матери прекратят выкидывать детей словно ненужных котят? И что для этого нужно сделать? Узнавала Орда Камал. Душераздирающие кадры спасения брошенного ворыки младенца появились в сети. Ничем не прикрытый ребенок лежал в скрытой части под тротуаром. Плач новорожденного услышал житель с третьего этажа. Его дом находится прямо напротив. Застать его нам не удалось. Вот в этом арыке мать оставила своего ребенка. Рядом остановка, два магазина и проезжая часть. Казалось бы, в таком людном месте обязательно должна вестись видеофиксация. Но полицейские не рассказывают, попал ли этот момент на видео. Женщину они до сих пор разыскивают. По близости мы заметили одну камеру видеонаблюдения, только она снимает другую сторону. А местные жители говорят, что ничего не видели. Сосед, который спас ребенка, рассказал, что произошло все ближе к 12 часам ночи. Младенец был теплый. Он принес с собой пеленку. Пуповина была длинная. Он ножницами ее обрезал и вызвал скорую. Мальчик похож на казаха. Когда приехала скорая, состояние малыша было тяжелым. Температура тела опустилась до 34 градусов. Сегодня младенец чувствует себя лучше. Если родители не найдутся, врачи сами дадут ему имя и фамилию. Как свидетельство о рождении ребенка будет готово, ребенок переведется в специализированный дом ребенка. Поступают очень часто. Находят и на улице, и отнимают от родителей. Поэтому подкидыши у нас находятся в стационаре очень часто. В больнице рассказывают, что по одному подкидышу к ним поступает каждую неделю. Общественный деятель Марьяна Горина считает, что решить проблему можно, предупредив наступление беременности. А для этого надо вести информационную работу с подростками в школах. Ситуацию может изменить только информированность этих девушек и молодых людей. Причем-то о них мы все время забываем. В том, что существуют дома мамы, существуют дома надежды, существуют неправительственные организации, которые готовы протянуть руки, руки помощи. Чтобы матери не оставляли своих детей в арыках и мусорных контейнерах, общественники несколько лет назад предлагали установить бэйби-боксы возле больницы и мечети. Но власти страны проект не поддержали из-за затратности. Один бэйби-бокс стоит 5000 долларов. Они оснащены камерой видеонаблюдения, и это может вспугнуть мать-кукушку. Каждый год около полутора тысяч малышей бросают родители. По статье «Оставление в опасности» предусмотрен штраф почти 280 тысяч тенге, либо арест на 45 суток. Если ребенку будет причинен вред, то преступнице грозит до пяти лет лишения свободы.